Провести эту экспертизу меня пригласил собственник дома. Он этот дом купил год назад. Дом абсолютно новый, не эксплуатировался. И после года эксплуатации в доме стали появляться множественные трещины. Трещина, как правило, была вертикально, в угловых соединениях и на стенах. Собственник это заинтересовало, какова причина появления трещин. И он пригласил меня, чтобы я разобрался с этим делом. Вот на фото один. Мы видим угловое сопряжение стен. И в этом угловом сопряжении стены нет перевязки кирпичной кладки. Как вы смотрите, вот видно хорошо, что толщина швов в этом месте составила порядка 15 мм. А должно быть не менее, не более 10 мм. А вертикальнейший вообще 8 мм. Так что здесь мы видим сразу нарушение требований нормативных документов. Вот на фото два тоже самое. В угловом сопряжении стен нет перевязки. Причём я заметил, что применяется для кладки как полуторный силикатный кирпич, так и одинарный керамический кирпич. А их перевязать вообще-то невозможно. Но тем не менее, перевязки вообще никакой нет. Вот смотрим вертикально. Нет ни одной перевязки. Внизу, если вы посмотрите, то увидите, что швы даже не заполнены раствором. Хорошо видно внизу пустота, швы не заполнены. Фото номер три. То же самое, что и на предыдущих фото. Применяется как керамический кирпич, так и одинарный кирпич. Одинарный керамический и полуторный силикатный. Мы видим опять, нет никакой перевязки. Мало того, если слева посмотрите, увидите, что в стене зазор большой. Вообще, кладка не заполнена раствором. И трещина точно идёт по вертикальному угловому сопряжению. Фото номер четыре. Ещё интереснее. То же самое применяется как керамический кирпич, так и силикатный. Но толщина шва в месте перевязки углового сопряжения составляет 40 мм. Поэтому перевязки нет, а вместо перевязки заполнены раствором толщиной 40 мм. Это, конечно, ни в какие ворота не входит. Грубейшее нарушение требований нормативных документов. На фото номер пять. Стена. То же самое, трещина идёт вертикальная, как мы видим. Швы не заполнены раствором. Нет перевязки в швах. То и как велась кладка, просто непонятно. Совершенно никакой перевязки нет. Толщина швов очень большая. Вот, посмотрите, где линеечка лежит. Толщина 30 мм. А выше линеечки, там швы вообще раствором не заполнены. Номер шесть. Но оно ничем не отличается. По дефектам то же самое. Швы не заполнены раствором. Перевязки нет. Применяется как силикатный кирпич, так и керамический кирпич в перемешку. Это, конечно, безобразие. Номер семь. Цокольная часть дома. Мы видим прекрасно, что отделка цоколя отваливается от цокольной части дома. Кирпич не морозостойкий. Керамический кирпич, видите, он разрушается. Это вот после года всего и плата. Один год эксплуатируется. И уже вот такие вещи получаются. Вот. Так что мы сами видим, что разрушение идёт практически по всей классе. На фото номер восемь. То же самое абсолютно. Мы смотрим как раз в уровне, где цоколь заканчивается. Вот вверху выступает гидроизоляция из рубероида. Но то же самое. Швы не заполнены раствором. Причём кладка вообще непонятна. Никакой перевязки нет. Кирпич как лежит горизонтально, так и вертикально. Швы не заполнены раствором. В общем, кладку ввёл человек, который вообще не имеет никакого понятия, как эта кладка выполняется. Ну и, естественно, отваливается отделка кладки. И мы видим тут, что идёт вертикальная трещина по кладке цоколя. Здесь мы хорошо видим грубейшее нарушение требованных документов. Вот наружная стена выполнена слева из кераминского кирпича. Справа стена выполнена из силикатного кирпича. И вот стрелочками показаны места отсутствия перевязок. Вот смотрите, что делается. Раз, два, три, четыре, пять рядов кладки из кераминского кирпича. Ни одной перевязки нет. Затем несколько рядов кладки из силикатного кирпича. Затем опять пять рядов кладки из кераминского кирпича. Нет перевязки. Опять три ряда кладки из кераминского кирпича. И выше пошла кладка из кераминского кирпича. Опять никакой нет перевязки совершенно. И вот наверху уже мы видим, что кладка начинает разъезжаться. Ещё через какое-то время эта стена вообще может отвалиться. А вот такие вещи я обнажён на личной площадке. Дом двухэтажный. Это лестная площадка на втором этаже. Вместе с сопряжением внутренних стен. Мы видим прекрасно, что никакой перевязки нет. Швы огромные просто-напросто. Раствором не заполнены. Естественно, там трещина и кладка разъезжается. В общем, моё заключение было такое, что в связи с такими многочисленными нарушениями требований нормативных документов по кирпичной кладке стен, дом я признал непригодным для проживания. Он представляет угрозу для жизни и здоровья. Там был длительный суд. Назначалась ещё одна экспертиза, которая полностью подтвердила мои выводы. Вот, судебная экспертиза была уже. И собственник предъявил дома к прежнему собственнику претензии о возврате денег за этот дом.